И так свершилось, я бы сказал, вышел, вот он, первый том моего трехтомника Записки странствующего армянина Вот в этом первом томе вошли 36 стран, а персонажами в них являетесь многие из вас, кстати говоря Итак, в описаниях под этим самым видео есть ссылка, на которую вам нужно перейти Как перейдете, почитайте, внимательно почитайте, что там написано Там имеются все расценки для разных стран и реквизит банковский Правда, реквизит это только для россиян Вот он, сбербанковский, это для россиян А вот все остальные, кто проживает за пределами России, там тоже сказано, что делать Напишите на электронный адрес водарсобакамайл.ру И вам ответят, как в другие страны из России совершить заказ Все очень просто Главное, внимательно заполните анкету Адрес должен быть полный От того, как вы укажете адрес, так и получите книгу Или не получите книгу Может вернуться ко мне назад Я уверен, что она вам очень понравится Так как написана книга моя с душой Со смыслом И вообще я просто хотел бы поделиться с вами своими накопленными по армянскому миру знаниями Здравствуйте Сегодня я решил отвлечь вас от политики От всего происходящего в этом Армагеддоне И поговорить о прекрасном О том, чего многим из нас не хватает Зато преуспевают в этом представители других народностей Например, об армянском языке Языке, который хоть и является старым, древнеписьменным Но все равно подвергается нападкам со стороны молодых языков Или, прямо скажем, со стороны носителей этих самых молодых языков Азербайджанского, например Армянский вообще уникален тем, что он ревностно относится к иностранным словам Их роль в литературном армянском крайне ничтожна Они есть, но действительно их очень мало в языке литературном Чего не скажешь, например, о языках соседей Армении Например, фарси Один из разновидностей иранских языков Но он избалован, увы, массами арабизмов Понятное дело, они проникли в фарси вместе с исламом Хотя до ислама иранские языки сами массово проникали к языкам инородцев В особенности к тюркским племенам Другой сосед, грузинский язык Тоже древнеписьменный Но я не владею, конечно, грузинским Зато владею другими восточными языками И как-то мне попался русско-грузинский словарь с транскрипцией И я очень удивился, что в литературном грузинском языке В отличие от того же армянского Много иранских и тюркских слов Меня это, честно говоря, очень удивило И больше всего удивляет, почему грузинские филологи Не восстановят свои исконные слова Ну, например, бумага по-грузински «кагази» От персидского «кагаз» Кстати, на хинди тоже «кагаз» Что ж, получается, до знакомства с иранцами Грузины не пользовались бумагой, что ли? Это как пример, я говорю Там много иранского и тюркского в языке грузинском Другие два соседа, турецкие и азербайджанские языки Ну, о них говорить даже не знаю Ясно, что молодые языки состоят из основы тюркского пращура Солидной доли арабизмов и иронизмов Плюс у турецкого европейские заимствования У азербайджанского русские Ну да ладно, я увлекся А гостя так и не представил Между тем, он вам знаком, был уже у нас Это Александр Листенгорт, чуть не ошибся Мне все время хочется его назвать Лихтенштейном Знаток армянского языка, турецкого языка И вообще лингвист, а также он еще и блогер Здравствуйте, Александр Добрый вечер Недавно в своем видеоблоге вы сказали Что армяне, как и евреи, народ книги Почему так решили? Да, здесь есть несколько причин так считать Во-первых, среди евреев вообще в Израиле Сами себя евреи так называют Амхасефер, то есть народ книги Имеется в виду, что это народ, вышедший из библейских времен То есть об этом народе сказано в Библии Это народ книги в смысле как Танаха Как Ветхого Завета Но есть другой смысл, что евреи в общем-то Генетически как-то приучены, привыкли, воспитаны Видеть в книгах какую-то особую миссию Через книги получать знания Это было еще в Российской империи Когда евреям было запрещено заниматься Еще многими разными вещами Это был дополнительный стимул получать знания Быть максимально образованными Где-то знания применять Для меня армянский народ абсолютно в той же мере Народ книги, хотя, насколько я знаю, в армянском языке нет Такого фразеологизма, который бы означал то же самое Тем не менее, армяне это также народ Который к книгам относится с большим почетом Народ, для которого собственные буквы, собственный алфавит Это не просто набор символов, как у многих других народов У большинства других народов в мире Для армян буквы это святые символы Действительно святые Есть памятник в Армении Недалеко от Еревана Памятник буквам Он довольно современный памятник Тем не менее, сам факт, что народ строит памятник своим буквам Говорит очень о многом Кроме того, интересно, что в Болгарии Есть памятник кириллица Но его построил тоже армянин Даже камень там тоже, по-моему, туф Тоже туф Это в Плиске, город Плиска, Болгария Вот, и я для себя отметил, что именно евреи и армяне К своему языку относятся как к какому-то дару свыше Неважно, кто во что верит, насколько человек религиозный Все равно это что-то, что позволило сохранить свою самобытность в том числе То есть через все века армяне и евреи пронесли свой язык У евреев немножко другая ситуация Потому что на еврите, языке Израиля 2000 лет никто не говорил После того, как римляне разрушили Второй храм, и евреи были в изгнании 2000 лет На еврите только молились в основном То есть говорили на идише, ашкеназы, евреи местные На ладину, сефарские евреи, испанские Есть язык джиури, это язык горских евреев То есть в Дагестане, в Азербайджане, в Узбекистане Бухарские евреи говорят на джиури Это язык, кстати, тоже персидской семьи Похож с таджикским, с фарси А еврит возродили 150 лет назад, по сути И, кстати, вот ты упомянул про грузин Почему древние грузицы, которые определенно существуют Почему они не используются Так вот, интересна была ситуация с евритом Когда брали Ветхий Завет И библейским словам придавали современное значение Ну, допустим, в Библии есть слово рехев Рехев – это карета А сейчас это машина, автомобиль Или, допустим, ракевит – это колесница На которой фараон гнался за евреями до Красного моря А сейчас ракевит – это поезд Это очень интересно Или, допустим, слово хашмаль В Библии – это вспышка, чудо Какой-то всплеск света А сейчас это просто электричество Ну, смотрите, Александр Давай на «ты», да? Мы же с тобой… Да, мы вне этих экранов обычно на «ты» Так проще будет разбить стену Может быть, это когда-то были армяне народом книги Я все больше и больше убеждаю, что армяне народ Жареного мяса становится Я имею в виду особенно, наверное, тех армян Которые, может быть, в определенном пространстве проживают Вот в Армении, например, все меньше таких армян Там действительно больше сохранилось Из тех армян, которые можно назвать народом книги Там больше читают И я даже удивлен, что… Вот у меня вышла книга «Записки странствующего армянина», да? И я очень удивлен, что в Армении Эту книгу больше заказывают, чем, скажем, из Европы Из Соединенных Штатов Америки Там даже не спрашивают, сколько стоит Мне иногда кажется А что вы там на Западе-то делаете? Если для вас дорого купить книгу Зато вот армяне в Армении могут себе позволить купить книгу Армяне в России могут купить эту книгу, да? Хоть и не массово, но могут А вот на Западе всего семь заказов Я, честно говоря, очень удивился Но и в то же… Да, я сейчас закончу И в то же время я понимаю, что армяне Уже не такие большие любители книги Как вот раньше было Где у нас в регионе еще есть Матинадаран? По-моему, его больше нигде и нет такого Как Матинадаран, да? В Европе у нас же филиал еще есть Матинадарана В Вене, да? В Сан-Ладзераде или Армении Армяне все это сохранили Во времена геноцида Из тех, кто спасся, с собой брали книги Сейчас армян больше можно поднять На покушать мясо Чем приобрести книгу Скажи, у евреев так же Или вы пока держитесь? У евреев есть тоже определенные вопросы Духовного характера Но то, что ты упомянул Я, в общем-то, в своих видео тоже говорил Иногда довольно осторожно Что на данный момент, на мой взгляд Армянский народ находится В полуспящем состоянии То есть в пробужденном состоянии Армяне – это народ книги Это народ деятельности Это народ созидания Это народ, который не ждет Как бы каких-то перемен Чтобы потом поехать Ну, как вот иногда я спрашивал в Москве Армян, почему вы не едете на родину Говорят, ну, когда там будет нормально Мы поедем Я говорю, ну, так не работают То есть тогда нормально никогда не настанет Более того, есть риск потерять то, что уже осталось Когда будет вторая волна мобилизации Они поедут Это я тебе говорю честно Поедут, может быть, русские или россияне Вместе с русскими поедут Вместе с русскими Только в отличие от русских Массово будут брать гражданство армянское Русские бы тоже рады бы взять Но, к сожалению, русским, по-моему, не дают Потому что нет армянских корней Насколько я знаю Может быть, я не прав Ну, Армения довольно лояльна По-моему, в плане документов То есть на вид на жизнь Но речь не об этом В общем, у евреев с книгами Очень связана все-таки религия То есть иудаизм Вот даже если брать вообще религию Допустим, в двух словах У христиан, например Основная фигура религии Это личность Иисуса Христа То есть сам Новый Завет второстепенный Сама личность Иисуса имеет главное значение У мусульман главное значение Это Коран Именно из Корана все происходит То есть пророк Мухаммед Идет уже за Кораном А у евреев Тора Она как бы объединяет и то и другое То есть нет какой-то личности То есть нет посредников Опять же, поэтому книга является основой И без этой книги Еврейского народа бы просто не существовало Как данности, как явления Поэтому Ну так и армяне также говорят о Библии Вот Библия нас сохранила Христианство нас сохранило Ну и так далее Они даже ревностно относятся К тем армянам Которые называются уже празелитами Причем те, которые приняли ислам Вообще уже не считаются армянами А вот если ты Там свидетель Еговы Или там адвентист седьмого дня Или буддист Или даже атеист Ты все равно армянин То есть логика очень странная Да, я даже могу сказать Вот Библия на армянском будет Астват Сашунч На других языках Библия это Библия Или там Тестамент Завет А у армян это Дыхание Бога Астват Сашунч Да Показывает это Да, кстати Насчет твоей книги Если узнать насчет презентации Где она будет Когда и будет ли Да, она будет в Москве Она будет 20 апреля в Москве Но своим зрителям Я потом позже скажу адрес Потому что я заранее не хочу говорить По известным причинам Буквально за неделю Все все узнают Да В общем, что касается народа книги На мой взгляд Вот ты упомянул Что армяне упоминают Библию Как один христианский фактор Как один из факторов объединения На мой взгляд Это далеко не главная причина Того, что армяне сохранились И даже не армянский язык Хотя это огромный фактор По-моему, главный фактор Это именно Все-таки армянская земля Это тот самый Еркир У евреев, кстати, тоже здесь Очень интересный факт У евреев есть слово Арец или Эрец То есть, когда, допустим Евреи встречаются за границей Могут спросить Манищ маба Арец Как дела в стране То есть Арец это любая страна Но когда мы спрашиваем За границей про Арец Мы спрашиваем именно про Израиль Также армяне могут Когда спросить там Инчепатагум Еркрум То есть Еркир Это именно армянская земля Хотя слово Еркир Это любая земля Изначально Как ленд в английском Но все понимают Что речь идет О той самой обетованной Армянской земле Поэтому отношение Именно к далекой родине Родине предков Где веками Уже тысячелетиями Происходят разные события Которые принадлежат народу Это тоже фактор Который два народа объединяет Поэтому именно Земля по-моему Главный фактор А скажи вот Такой вопрос Я просто Ну те которые уже начали Читать мою книгу Уже знают об этом И те которые смотрели Мои эфиры Из разных стран Я рассказывал Об очень разных армянах То есть армяне разных рас Тоже как и у евреев И негроиды есть И монголоиды есть Ну и так далее Я их показывал И здесь я о них пишу тоже Причем они великолепно говорят На армянском языке И они я даже скажу Наверное более сохранили Какие-то свои традиции Что ли Например когда я был В армянской церкви Миянме Я обалдел Ну во первых Они в храм Заходят без обуви Они у порога Оставляют обувь И босиком Заходят в храм Это в армянской церкви Так И они очень удивились Когда я им сказал Что А вот у нас не так У нас прям в обуви Они очень удивились Говорят Ну не знаю Это у нас традиция Наши отцы так заходили Наши деды Ну и так далее А потом В некоторых армянских храмах Например в Индии В Калькутте Тоже В Мумбаи Бывший Бомбей Я видел Что У армян Мужчин Была своя половина В храме У женщин Своя половина Причем Женщины все Обязательно С покрытой головой Ну это обязательно В Эфиопии Я много чего Увидел Тоже В храме армянском Чего нет у нас Ну то есть Вот по крупицам Я вот собрал Как бы образно Я понял Что Даже армянское христианство Вот апостольская церковь Она уже даже Не та Которая была Еще может даже 500 лет назад То есть Не то что Сам народ Да Сами армяне Которые живут В разных странах Они внешне Поменялись И Менталитет Тоже Тоже Действован Тем народам Где они Проживают Больше Да В России Например Многие Вот как Маргарита Симонян Например Да Ну это я Образно Так Да На Украине Наверное там Свои Маргаритки Симонянки Ну и так далее Да И то же самое В Африке И в Азии И в Соединенных Штатах И И религия Тоже С христианством С армянским Вот практически Вот Я говорю Везде Они разные Но вот Армяне Только может Постсоветского пространства Они У них есть что-то Общее Возможно Из-за того Что 70 А то и более Даже лет Еще же В Российской империи Они жили Тоже В среде Вот Других народов Как в одном государстве Наверное Вот так Вопрос у меня Следующий Вот Такой Я бы хотел Задать Вот Недавно У тебя был Выпуск Фактически На мою тему Ты Рассказывал О городах В мире Которые основали Армяне Или Причастны К этим Городам Да Армяне И вот Тут же Со стороны Азербайджана Получил Критику Оплеуху Скажем так Заодно Вот узнал Наверное Как они умеют Притягивать за уши То чего нет Ну и Об их комплексах Ведь Им этого Не давно Было В их истории Вот Каково Было Услышать В свой Адрес То что Я слышу О себе Любимому Уже Больше Десяти лет Во-первых Тогда действительно Получилось Волшебно Образом Что На одну Тему У нас вышли ролики Почти одновременно То есть Я не знал Про твой Ты про мой И мне там В комментариях писали А вот Вадим Только что Выложил Тоже про столи Про города Основанные Армянами Либо названные В честь Каких-то Армянских Традиций Очень интересно Было Что касается Этого Ну я всегда Подчеркивал У меня Все-таки На канале Как я всегда Говорю У меня есть Там Довольно Приличное Количество Грамотных Бакинцев Я их называю Как вот Персы Как иранцы Называют их Бакинцами Именно Северный Азербайджан Именно Бакинцев Мы ведем Диалог Они расскажут Свои истории О жизни В Азербайджане А такие Провокаты Ну это На мой взгляд Ну как я В это верю И вижу Это какой-то Маленький процент Который есть Везде Я особо Внимание Не уделил Другое дело Что Меня удивило Насколько Наивно В общем-то Было Вырвано Из контекста Я там говорил О том Что город Армавир В 1448 году Да Он получил Название Армавир Вообще Там Проживали Черкесы Армяне Вместе Еще с 15 Века И кстати Назвали Черкеса Гаи Да Это очень Интересное Направление То есть Или Адыгер Мэли На адыгейском языке То есть Это Их назвали Горские армяне Горные армяне Черкесские Адыгейские армяне Это необычно И такой флаг Даже свой Есть Там Вот Армянский Триколор Кормит Капутира Нагуин И там В серединке Вот это Зеленый флаг Черкесов Где звезды И вот эти Перекрещенные Мичи Которые У Абхазов У Абазинов Вот это Очень интересное Направление Я там сказал Что город Армавир Был назван В честь Города Армавир Который Когда-то Давно Еще до Нашей эры Был Столицей Армянской Империи То есть Как удалось Там из этого Всего Там ролик Назывался Что Юг России Принадлежит Армянам Или что-то Такое И там Очень Написано Смешно Но когда я увидел Что там В комментариях Закрытое Стоит сообщение С реквизитами Азербайджанского банка Или казахстанского Я не помню Как Какой-то банк Я понял В общем-то Смысл Тут всего Но человеку Нужно Видимо Что-то Заработать И он Ищет Любой Повод Даже Путем Таким Это не очень Красиво По джентльменски Так скажем Таким образом Зарабатывать Сто Либо Но Для кого-то Все средства Хороши Поэтому Я бы Из этого Не делал Большую историю Хотя Я сегодня Записал ответ Этому человеку Его зовут Камран Саидов По-моему Да не важно Как его зовут Они Они все там Камраны Дело Знаешь В чем Если бы У них была бы Такая история Если бы Если бы Их народ Основывал бы Какие-то города Оставлял бы Какие-то следы Например Вот как наши С вами народы Да Можно Я бы Посоветовал бы Этому Как его Камран Саидов Саидов Я бы ему Посоветовал бы Сделать как я Вот проехался По миру Написать об Азербайджанских Следах В разных странах Мира Вот как я это делаю Да Он-то может поехать Но только он приедет С пустым багажом Древний Азербайджан Ничего нигде не оставил Больше скажу Даже в Турции Ничего нет Даже в Турции Ничего нет Вот у меня Через неделю-две Это я К зрителям своим Обращаюсь Уже Наперед Сделаю анонс Через 2-3 недели У меня будет Выпуск О мечетях И о связях Армян С этими мечетями И вот я бы хотел Чтобы вот этот Камран Саидов И другие его земляки Исхудалые Посмотрели этот выпуск И поймали меня За язык Если я Вдруг скажу Чего-то не так Потому что Все свои выпуски Я подкрепляю Фактами Независимыми Источниками Поэтому приглашаю Азербайджанских Зрителей Тоже Ну вы можете Конечно смотреть меня Раз в неделю Как и все Но вот Выпуск о мечетях Обязательно Посмотрите Потому что вы там Говорите о каких-то Азербайджанских Мечетях Которые Никогда не были Да и вообще В мире не существует Такое понятие Как азербайджанская мечеть Да как даже Арабская мечеть Не существует Понятия Чего же говорить Об азербайджанском А вот армянская есть И вот В первом томе Моей трилогии Я бы добавил Что я В одном ролике Что я вижу Ну то есть Как бы Ставить в упрек Им то Что чего-то древнего нет Тоже нельзя Просто А это они сами В упрек ставят Это я им просто Отвечаю Они же сами В упрек это ставят Я поставил Как метафору Что скажем так Ну грубо говоря Армяне Армян можно считать Десятиклассниками Да Какая школа метафорическая А азербайджанцев Первоклассниками Не потому что Кто-то взрослее Или младше другого А просто потому что Один в первом классе Другой в десятом Тем более Тем более Сейчас правы Обычно В мире Не те Кто в десятом Классе учится И уж тем более Кто в первом классе Учится неправ А те у кого Больше денег На сегодняшний день Больше денег У Азербайджана Да Это правда Я тогда в ролике Призывал как раз Армян Не опускаться До упреков В сторону соседей Просто потому что Они в десятом Классе А те в первом Да десятиклассник Не обижает первоклассника Просто потому что Ну Тот в первом Тот в десятом Ну здесь ничего не поделаешь Тому надо еще десять лет Да Но десятиклассник должен Научить первоклассника Как на самом деле Что правильно А что нет А первоклассников В общем-то Смотреть в будущее То есть не искать Что-то в прошлом Да Что-то Выдумывать Фантазировать Там где этого нет Еще агрессивно А думать о будущем Чтобы знать Как пройдут эти десять лет дальше И пройдут ли они вообще Вот в этом была суть Поэтому Хорошо Саш Такой вот вопрос Ты владеешь Армянским языком Скажи А Одновременно Ты еще владеешь Турецким языком Турецкий гораздо меньше Но Но владеешь Понимаешь Да Понимаешь Скажи Право ли В Азербайджане Когда говорят Что армянский язык Из шестидесяти процентов Состоит из тюркских слов Вот ты Находишь там Что-то общее Тем более В таких процентах Я нахожу Больше общего Армянского С евритом Или шумерским Или арамейским Чем с тюркскими Но вообще Вот это Когда так говорят Это настолько Знаете Когда вот Например Ну Кто-то оппонент Бросается фактами Иногда хотя бы Есть о чем поговорить Ну хотя бы Но когда говорят Что армянский язык Это тюркский язык На 60 процентов Здесь как бы Даже сказать нечего Потому что это Ну Просто полный бред Как бы Абсолютно Ну Даже человек Может просто открыть Дерево языков Просто дерево языков Открыть Там где будет санскрит Там будут Праймд европейские языки Да В корне Даже в этом случае Саш Даже в этом случае Если они откроют Это древо Они же Открывали Они там увидели Написано Над этим древом Индоевропейские языки Им запомнились Вот эти четыре буквы Индо И им пришел бзик Что армяне Выходцы из Индии Раз Индо Почему-то европейский Не запомнилось А вот первое Индо Запомнилось Ну По такой логике Все греки Которые рядом Там на ветке Находятся Все французы Все галлы Они тоже Все у нас Оказывается из Индии Все цыгане из Индии Нет Цыгане Отдельная история Вообще Быть из Индии Для меня Это даже как бы Не оскорбление Лично для меня Отправить в Индию Прекрасно Это здорово Кое-кому далековато До индийцев Вообще Лучше быть из Индии Чем Ну В общем Не важно Да Не важно Да Лучше не лезть В общем В это там Где нет Чем подкрепить Потом То есть Не нужно Этим бросаться Лучше бросаться тем Где есть чем подкрепить Так вот Армянский язык Находится на отдельной ветке То есть Это не европейский язык Там же где английский Там же где русский Там же где польский Там же где греческий Но у него отдельная ветка И он выделяется В отдельную группу То есть Есть эллинистические языки Да Там где греческий Кардвельская семья Есть романские языки Есть немецкие языки Там шведский, английский Немецкий Норвежский Датский И так далее У армянского Отдельная ветка Да До сих пор не все однозначно ученые его относят именно туда, потому что некоторые его относили когда-то в какой-то период вообще к иранским языкам, потому что там не суффиксы тоже, там, допустим, Кан. Кто-то даже к семитским языкам относил какое-то время. Но выяснили, что все-таки это все-таки интерпейская основа. Вот когда я, допустим, был в Индии тоже, как и ты, и в Непале, звучание слов, мантры, например, да, даже звучание, где очень много слогов, да, например, там, ну, там, армянское слово «искакан», например, да, «настоящий», или там «ехпайракан» братский, да, и в Индии, в индийской вот этих, в корне этих языков древних, очень похожая ситуация, там тоже длинные слога, много звуков «а» и так далее. И, допустим, слово «джур», «вода», «джур», оно явно звучит тоже, как вот, корнем санскрита. Поэтому армянский язык мне посчастливилось изучать. Я всегда говорю на армянском, что есть бахту, не боже, сувролам гаюц лезун. Бахта – это, кстати, по-моему, вот бахта – это персидское слово, бахта – это удача, счастье, судьба и так далее, да. Но по поводу персидских слов в армянском вопросов нет, учитывая историю взаимоотношений армян и персик, да, очень долго. Персы, в общем, как ты сказал вначале, везде оставили свой след. Но здесь, понимаешь, в чем дело, я перебью. Когда мы говорим о том, что Иран действительно оставил свой след среди соседних народностей вот этих вот, да, нужно еще понимать, что армянский язык и иранские языки, они же двоюродные братья, они родственные. Это же индоевропейская семья, так еще и они как бы соседи. Поэтому перенимать тут, ну, сам Бог велел на протяжении многих... Мало, откуда столько общих слов в иврите и армянском. Потому что, причем слова полностью совпадают. Там слово «ханут» – магазин. Или, допустим, «бариор». На армянском «бариор» – это «добрый день», а на иврите «бари» – это «здоровый», «ор» – это «свет». Причем на каком-то диалекте армянского языка. Армянский язык чем уникален? Для такой малюсенькой территории, какая сегодня является Республика Армения, огромное количество диалектов. То есть в Идживане уже другой армянский. В Кюмри еще один армянский. В Карабахе еще один армянский. В Араратской долине еще один. Там граница с Грузией, там Джавахка тоже, да? А за пределами Армении сколько диалектов еще? В Грузии, в России, там донские армяне, горские армяне, вот, черкеса-хаи. Вот. И получается, что в некоторых диалектах армянского «ор» – это и есть свет, как сегодня вы говорите. Да, вообще «ор» – это арамейское слово, естественно. Я подумал, что либо это связано с «урарту», где в какой-то период истории евреи с армянами находились на одной территории, либо связано с историей, когда Тигран Великий более 10 тысяч евреев переселил. Ну, как-то они были в его воскоплено, он их переселил в Армению. А это было очень существенное тогда. Я не думаю. Я не думаю. Скорее всего, здесь ситуация такая же, как и с Ираном. Многовековые соседи. Ведь семиты – это южный сосед Армении, той большой Армении. Семитские народности – они соседи. Они торговали. Если мы обратимся к отцу исторической науки Страбону, отцу географической науки, вернее, Страбону и к отцу исторической Геродоту, то они же описывают, кто соседи армян. Они пишут о семитах. Более того, Геродот описывает о внешней торговле Армении с семитскими народностями по рекам Ефрат и Тигр. Они, значит, увозили, на наш язык, если говорить, экспортировали, получается, шкуры животных, а назад везли древесину. То есть, здесь вполне возможно, естественно, и взаимопроникновение языков было. Да, еще шумерский язык, я не специалист, но по многим факторам, по-моему, шумерский вошел и в иврит, и в армянский через разные источники и так далее. Возможно, в этом тоже причина. Ну да, ну это пращур многих других языков региона. Вопросы изначально. Турецкий я изучал, опять же, в турецком тоже есть диалекты. Например, в Трабзоне говорят на турецком более мягком, ближе к азербайджанскому даже. Я изучал стамбульский, то есть, такой литературный, столичный турецкий язык. В Анталии другой турецкий язык. В Измире еще один. Но, тем не менее, наоборот, в турецком языке есть заимствование из французского языка, например. То есть, там полицейский... Там много французских слов. Там немало. И еще крест на турецком будет хач, как и на армянском. Только не хач, а хач. У них нет звука х. И полосвича. То есть, все, что связано с христианством в турецком из армянского языка. Но хочу добавить, что в Турции я провел немало времени. Я очень много путешествовал по Турции. Был в таких маленьких городах, типа Эски Шахир, Каракё и так далее. И общался много с турками, которые учатся в университетах. Ну, такими прогрессивными молодыми ребятами. Так они мне сказали напрямую, говорят, мы, конечно, турки, да? Но что такое турки сегодня? Они говорят, мы смесь пяти разных культур. Мы смесь армян, греков, персов, арабов и евреев. И тюрков в шестую очередь. Тюркская культура. Но даже шести. Да, то есть вообще получилась симпатичная смесь. Потому что это очень интересно в плане кухни, в плане языка, в плане одежды, вообще в плане культуры. Турция уникальная страна, потому что вот эта смесь. Но турки сами понимают, да? Даже их музыка, да, их песня. Даже знаменитая песня, вот интересный пример, Сары Гелин. Каждый армянин знает песню Сары Гелин, которая означает горная невеста. У турков тоже есть песня Сары Гелин, которая обозначает... А, идущая с гор, это у армян Сары Гелин. Там на диалекте, да, Киаль Гелин. Саря Ахчи, Саря Ахчи, горная девушка. Или девушка из гор. А у турков Саря Гелин, это белокурая невеста. Скорее, невеста в желтом. Сары это желтый. Да, ну, там был смысл еще... У вас, да, тут не будет спорта, наверное, ты прав. В любом случае, я там эту песню как-то услышал, я был очень удивлен. И они мне говорят, да, это армянская песня, которая у нас в Турции прижилась давно, мы ее любим, они знают, что это армянская. Поэтому, в общем-то, тюркское и армянское взаимопрекновение, оно просто не состоялось, его просто не было, да, технически и физически. Поэтому армянский язык мне посчастливилось изучать, и в том числе потому, что он действительно сложный язык. После него было гораздо легче учить любые другие языки до сих пор. Армянский, насколько я знаю, даже изучают лингвисты просто для себя, чтобы понимать структуру и логику европейских языков. Потому что армянский лежит в корме этой семьи, и поэтому люди для себя изучают армянский хотя бы базу, чтобы понимать, как это все работает. Там также есть глагол-связка, там, да, ESM, как в английском IM, да, там, после логи, да, тоже интересно, в армянском после логи, не предлоги, а после логи, да. То есть, ну, как и в турецком в данном случае, или как и в грузинском, кстати, там тоже такая же логика. То есть, там идет, допустим, Москва-юмэн, да, я в Москве, Москва-юмэн, мы добавляем юм уже к Москве, в, то есть не предлоги, а после логи. Очень армянский уникальный, который вобрал в себя столько разных звуков. Вот эти вот звуки, там, есть т, есть т, есть к, есть к, есть там т, т, да, как цирян, абрикос. В грузин тоже есть эти звуки, эти звуки есть у адыков, черкесов, кто-то я знаю, но армянский безумный интересен, он очень сильно развивает во всем. И мне еще очень повезло с преподавательницей, моя преподавательница Розана Акоповна, она родом из Ахалкалаки, из Грузии. И она знаток огромного количества диалектов армянского языка, она уникальный специалист, и мне еще с ней очень повезло, поэтому мой армянский, мой этот Гаракан Хайрен литературный, он ее заслуговал много. Скажи, а турецкий чем тебя привлек? Почему не арабский? Арабский потом уже был. Турецкий привлек тем, что мне по звучанию, во-первых, он нравился, в общем, такой шипящий, необычный язык. Во-вторых, в плане пользы, то есть, благодаря тому, что я понимаю, как устроен звучит турецкий, у меня есть шанс понять также кыргызов, татар, ну, татар, они говорят обычно на русском языке тоже, а вот, допустим, в Узбекистане я был в том году, там молодые узбеки русский язык не знают совсем, у меня там турецкий язык спасал, потому что они и английский мне очень хорошо знали, мы смогли как-то договориться. Вот, то есть, понимать, кыргызов, казахов, узбеков, то есть, полезный язык в целом, на нем говорит огромное количество чиркоязычных народов. Ну, и в-третьих, я тогда проходил практику в посольстве Армении и понял, что если я хочу быть хорошим специалистом по Закавказью, по Ближнему Востоку, то мне необходимо знать максимальное количество языков этого региона, не только армянский, но и турецкий, и пожить в Турции. Ну, а после иврита я также добавил арабский базовый, потому что, ну, арабский с ивритом это вообще одна семья, ну, это как русский с польским, даже ближе, наверное, то есть, как бы, логика одна и та же, и, единственное, арабский гораздо более богатый язык, потому что он не менялся все это время, да, иврит-то он был, как вот, какое-то время неразговорным, и его возродили. Да, я его не понимаю только тогда, когда прислушиваюсь, говорю, ага, а это вот по-арабски вот так вот, а это вот так вот по-арабски, да, и начинаю что-то улавливать. Это как владеющий испанским, он что-то улавливает из французского, потому что, ну, там, порке, пуххуа, ну, то есть, как-то догадаться можно. Так же и у евреев с арабами, да, там на иврите там коль аулам весь мир, а у арабов куль алам. Те же самые слова, просто в другом произношении. Опять же, это два языка вышли из арамейского, это был раньше один язык, но был древнееврейский еще, там. Рос-а-шана, Рос-а-шана. Да, Рос-а-шана, Рос-а-шана, цифры там, да, в общем, это очень интересно. Да, интересно. Ну, я так понял, что в перспективе у тебя еще и азербайджанский язык отдельно, нет? Нет, тут ургай немножко история. Я в 2015 году попал на практику в МИД, в МИД России. Я, в общем-то, ожидал, что передо мной сейчас откроют двери армянского департамента, ну, там департамент СНГ, где есть офис Грузии, Армении, Азербайджана и отдельный посол по карабахскому вопросу, как сейчас я не знаю, и отдельный посол по осетинскому вопросу там будет. И меня отправляют в азербайджанский отдел. Вот, я посчитал, что это какое-то, как бы, ну, то ли кто-то перепутал, мало ли они там, ну, хотя вряд ли в МИДе что-то путают, а может, наоборот, именно там и путают, я не понимал. Но мне сказали, нет, ты именно сюда и направлен, в азербайджанский отдел. И я как человек, который, ну, мне, например, в чужой стране, мне стыдно не знать несколько слов хотя бы на местном языке. Это может быть польский, это может быть литовский, это может быть эстонский, это может быть эфиопский. Но мне приятно это изучать. И учитывая, что турецкий в тот момент я уже изучал, я стал просто изучать, а чем отличается азербайджанский от турецкого. То, что в турецком мы скажем там «бен гиди юрум», а на азербайджанском там «бен гиди рэн» или «мен гэлэ рэн», там другое произношение немножко. В азербайджанском больше, по-моему, даже «доброе утро», да, там, допустим, «гнайдым» на турецком, а на азербайджанском там что-то «сабах», короче, арабское слово «сабах». Арабское, да. А, да, «сабах». Вот, еще есть несколько таких. «Сабах-эль». По-арабски «сабах-эль-хейд», по-арабски. Они говорят «сабах-эль», и то, и то по-арабски. А, согласен, вот, точно. Я тогда еще мог понять, собственно, а где «гюн-айдым», где «гюн-хейдэй». Нет, в азербайджане говорят «гюн-айдым», но это, наверное, только в Баку, то есть столичные жители и какая-нибудь интеллигенция. А так в основном, в основной массе, в основном говорят «сабах-эль». Причем интересно, что они под «сабах» подразумевают «утро», то есть, когда здороваются, по-арабски. Но в отдельных местах, когда говорят о существительном просто «утро», они говорят «сагар». А «сагар» — это уже иранское слово. И вот возникает вопрос, а как же на тюркском-то «утро»? Ну, это надо смотреть, видимо, в тюркменском, узбекском, которым язык. Нет, нет, эти тоже много заимствовали из иранских языков, потому что они находятся в иранской провинции Туран. Туран же вообще не имеет отношения, это Иран. А это нужно смотреть у якутов, это нужно смотреть у тувинцев. То есть, те, которые до сих пор еще язычники, никаких арабизмов нет, до Ирана далеко, до ислама далеко. То есть, они живут в своей тюркской среде. Вот у них надо смотреть, как будет на, скажем, если совпадает «утро» у тюрок-тувинцев с тюрками-алтайцами, шорцами или якутами, соответственно, вот это и есть настоящее «утро» тюркское. Да, я, конечно, понимаю, что мне дико не хватает персидского языка. Я вот сейчас, когда особо начал армянский с евритом сравнивать, я понимаю, что без персидского в это лезть не стоит, потому что это очень важно знать персидский язык. Реально важно знать, чтобы лезть в эти... А что, действительно, в армянском языке немало слов из евриты? Или наоборот? Я просто не знаю. Просто они бросаются вклады, допустим, слово «шук-шука». «Шук» — это рынок на еврите. Любой армянин понимает, что «шука» — это рынок. Или, допустим, «бима» — это сцена на армянском «бэм». Или, допустим, «вард» — «роза». Возможно, это арабское слово. Ну, там слова типа «зайдум». Тоже арабское, да. Но вот такое слово, как «ханут» — магазин, А эти, по-моему, молодые слова, это могли привезти из арабских стран, армяне из Ближнего Востока, как «ханут», «шука». Почему нет? Армяне из Сирии, например, из Ливана. Они же Лагмаджо привезли? Лагмаджо же они привезли? Да, интересно преследить, вот как это произошло, потому что в Иврите корень «хан» — это корень как бы парковки. То есть «ханая» — это парковка, «лануах» — это отдыхать, и «ханут» — магазин, то есть как какое-то как бы пристанище. Вот. То есть там в Иврите корень как-то есть, откуда корень «хан» — это армян. В общем, это тоже отдельно. Но меня в Армении поразило, когда я впервые приехал, это было в 2014 году, там был такой контраст, я, допустим, просто «гаракан» — «хангарен», который я учил в университете, литературный армянский, и «ереванский» — это не одно и то же, да? В «ереванском» очень любят русские слова, да? То есть они говорят, есть посольство МГНУ, да? Это абавяновский язык, хачатура абавяна, понятное дело. Есть прекрасное слово «деспанатун», то есть «дом посла», «деспанатун», «посольство». То есть красота армянского как раз в том состоит, в том числе, что есть все слова свои. «Хамакаркич» — это компьютер, например, да? Все слова есть местом. Слово «экран» только, по-моему, никто еще не менял какой-то другой, но я думаю, что для «экрана» что-то там должно быть. Вот. И вот меня встретил таксист из «Адживана», и он говорил там что-то «Инча», «Вонса», у него вообще другая интонация, как он разговаривает. И самый смешной момент был, когда на площади Харапарака встретился с «идживанцами», я с ними говорил на «Агаракан» айре, литературном армянском, который учил в Москве в университете. И они мне говорят, «Асперджан, ворду нормал харянов хосэс, ескес хасхана». То есть, когда, братишка, когда ты будешь на нормальном армянском говорить, я тебя пойму. То есть, для «идживанца» нормальный, это не тот мой литературный, это их такой вот прикольный, вонса-инча язык. Это очень было смешно. «Нормал харянов», я говорю, да? На нормальном армянском. Или, когда я ехал на такси, был такой деятель, Эммануил Долбакян. Ну, московские армяне его знают очень хорошо. Это сообщество «Рарат». Сейчас его дело продолжает его супруга, вот, и Альбина, Альбина Нарсесовна. И я тогда ехал к его брату в гости, Эммануэлю. И я ехал на такси, и вот его брат, это армяне, вот, дереванская телевизация, то есть, это Шарль Знавур, это книги на французском языке, это литературно-армянский язык. А с таксистом, с которым я ехал, это полу-русский, полу-армянский, вот с этими вот Ахпер, там Ахпер, там Сенс вместо АСПС, там Сенс, Тенс, Эд, в общем, такие же... Я тебе скажу, когда меня встретили армяне в Судане, местные суданские армяне, это такие, я их назвал белокрылками, потому что в Черной Африке быть белым, и это армяне, было очень удивительно, да? Вот, и, значит, мы едем в машине, и застряли в пробке, в Хартуме, и этот суданский армянин, мы с ним говорили то на арабском, то на английском, и этот суданский армянин, а бах, такой прибинул слово, пробка. Думаю, странно, это же чисто русское слово, трава, пробка. И я у него спрашиваю, а откуда вы знаете это слово? Он говорит, а так в Ереване говорят. Я, говорит, был в Ереване, и там говорят пробка, а мы так не говорим. Я говорю, правильно, это русское слово, поэтому и говорят там пробка. Я очень удивился. В этом плане израильтяне тоже говорят слово балаган, они говорят слово будка, они говорят слово, прибавляют чик там, бахур чик паренек, или хаяль чик солдатик, и не все они знают, что это чисто русские заимствования. Да, это очень интересно, как вот проникают такие вот жарганизмы, да, то есть пробка, мы же говорим уже, это тоже как бы не совсем литературно, но это очень любопытно тоже. В общем, армянский это уникальная история, и все, кто с ним сталкиваются, это большая удача, на мой взгляд. Скажи, а с санскритом ты что-нибудь нашел в армянском языке? Какие-то похожести? Да, я сейчас на вскидку так не скажу, мне с ивритом просят, иврит я знаю наизусть весь, а с санскрит только мантры определенные. Но там определенные были слова, стопроцентные, связанные, по-моему, с природными явлениями. А, ну это понятно, да. А и с названиями там, допустим... Наверное, животные какие-то, да? Да, ну понятно, что корова там, кот, понятно, как на всех языках, да? Ну, то есть, те животные, те природные явления, с которыми могли сталкиваться еще индоарии, то есть, про язык наш общий, скажем так. Ну, так, корова на санскрите это гоф, да, гоф, индо-божество, это гоф, на армян ков, а на английском као, это тот же уже ков. Или, интересно, допустим, на армянском женщина или жена это кин, да, а на древнеанглийском было слово квен, которое означало женщина. А сегодня на английском queen, это уже корова, но это тот же армянский кин. На древнегреческом гинеко, отсюда и гинекология. Вот, да, да, то есть, там как раз в одном из видео делалось сравнение, как звучало слово на санскрите, на армянском, на древнегреческом, и еще, кстати, на литовском, потому что литовский это самый древний язык. Там тоже много сохранилось интересного. У них очень большие связи с санскритом. Лично я видел очень много слов совпадающих литовского языка с санскритом. Да, литовский это самый такой оригинальный, скажем так, язык к тому древнему языку из европейских. И, кстати, никого не смущает, когда вот пишут мне в интернете, типа, почему это у армян хайастан, а все называют Армения. Я тоже, меня удивляет, как и факт про тюркские слова в армянском. То есть, неужели люди действительно не понимают, что Армения это там греческое или римское слово, да, хайастан самоназвание, как у финнов есть самоназвание там Суоми, а Россию называют финны Вияхо, да, то есть, а литовцы называют на своем языке тоже. Ну, это понятно тем народам, у которых есть этноним, экзоним. Грузинам это может быть понятно, да, потому что они Сакартвелос и есть Грузия, да? Да, тоже, на армянском Грузии Верастан, вообще другое слово. Грузины Сакартвелло, Артули это грузинский язык, а все называют Георгия, Грузия, Дерджия, это нормально, почему? Индия тоже, Бхарат, кстати говоря, они вот задумываются переименоваться Бхарат, честно говоря, мне больше Индия нравится, но при этом они еще говорят Хиндустан, да, Хиндустан, точно. Они это тоже говорят, Хиндустан, финны, себя они называют Суоми, да, но остальных называют финнами, эстонцы, кстати говоря, эстонцы Россию называют Вене-Маа, Вене это русский, а Маа это земля, территория, то есть страна народа Вене, это потому, что их соседями до прихода славян были у графинские народности племена Венедов, то есть к востоку от эстонцев они жили, поэтому они до сих пор Россию называют еще в память о тех прошлых Венедах страной Венедов, Вене-Маа. Что касается Индии, кстати, очень важно для евреев и армян факт, Индия это пример вообще во многом для мира, на самом деле, в плане ведения каких-то дел, в плане отношения друг к другу, но размеры ее огромные, там 20 с лишним языков в этой Индии, там скачал приложение, когда на поезд билет покупал, там на выбор 20 языков было индийских, а хинди только один из них, вот, так вот, в Индии есть интересная такая, ну как, пословица, что ли, что народ отвечает сам за себя, и вот индусы были долгое время под британским, да, покровительством, если так можно назвать, но кто-то это геннадзииду называет, кстати, то, что натворили англичане, кто-то покровительством, кто-то еще чем-то, но факт остается тем, что Индия от англичан взяла все самое лучшее, допустим, образование или там армейскую систему, да, и при этом сохранили полностью свой язык, свою веру, свою культуру, полностью сохранили, ничего не утрачено, а, например, Нигерия, например, которая тоже имела свою традицию, там тоже были англичане, колонизаторы, в итоге нигерийцы, вера у них теперь английская, язык у них теперь английский, и культура у них английская, то есть два народ оказались в одной и той же ситуации под англичанами, но один народ взял все самое лучшее, от колонизаторов, захоронил полностью все свое, другой народ теперь не имеет ничего своего, полностью живет по британским понятиям, вот, поэтому для армян и евреев, которые по миру по-прежнему в каком-то количестве рассеянные, ездят, и встает вопрос про язык тот же армянский, да, за границей, да, говорят ли армянские дети на армянском языке, как правило, нет, либо они говорят на нем, но писать не умеют, а на мой взгляд, корень и духовность языка в алфавите находится, я считаю, что нужно начинать с алфавита, именно. Это ты о каких детях армянских, которые где живут? Во Франции, в Москве, в Канаде, неважно, в Лос-Анджелесе. В Москве, возможно, потому что в Москве-то и школ нету с преподаванием на армянском языке, во Франции местами где-то очень хорошо говорят, где-то вообще не говорят, в зависимости от того, где они живут, да, в Марселе, например, мне кажется, все дети армяне знают армянский язык, вот, это в Марселе, потому что там армян много, а так вообще, я тебе скажу, ну, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Южной Азии армяне, они практически все знают армянский язык, я тебе больше скажу, в Египте быть удобно армянином, скажу почему, вот, например, скажем, в семье один из родителей армянин, один из родителей копт, или в редких случаях араб, там, мусульманин, да, ну, понятное дело, если папа армянин, ребенок автоматический армянин, а если мама армянка, папа копт, знаешь, что получается? Ребенка записывают в армяне. Для чего это делается? Потому что у египетских армян есть свой фонд, это очень богатые люди, у них есть свой фонд, который обеспечивает именно армян Египта, то есть, в любом вузе мира они могут учиться за счет этого фонда, если ты армянин из Египта. В любой клинике мира ты можешь лечиться и оплачивает именно этот фонд, если ты армянин Египта. Но скажи, после этого, какая мама и папа захотят, чтобы их ребенок не был армянином после всего, всех этих благ? Да. Больше я скажу, в Александрии есть большая коптская церковь, она находится на территории, которой курирует этот армянский фонд. То есть, копты еще платят за аренду, за использование этой территории армянам, это будучи автохтонами своего Египта. И в Каире есть такие земли. То есть, я обалдел, когда я узнал о таких тонкостях. Вот так они сохранили вот эту армянскость. В Египте несколько школ с преподаванием на армянском языке. И там учатся и египетские греки, и египетские копты, у кого хоть какие-то есть там корни армянские, неважно, бабушка, дедушка, но они уже автоматически становятся армянами, потому что их записывают под армян ради вот этого фонда, ради вот этих благ, которыми они могут пользоваться, которым еще оставил Богоснубар Паша, вот эти первый премьер-министр Египта, основатели вот этих вот фондов. В Ардании есть школы армянские, в Аммании, в Ливании есть, ну, по-моему, в Израиле тоже есть, в армянском квартале там какая-то школа, я честно говоря... Там есть духовная семинария есть, есть и школа, и колледж, много чего есть в Иерусалиме, да. Кстати, израильские армии уникальны тем, что они женятся, как правило, на арабцев, христиантов. Да, в Палестине я об этом слышу, в Вифлееме мне говорили об этом. Я много встречал таких пар, потому что армян в Израиле не так много, но около 20 тысяч человек относительно, немного, да. Ну, то есть, тех же грузинских евреев там, естественно, в 10, а то в 20 раз больше, да, или даже бакинских евреев, разумеется. Вот. Но это интересная история, то есть армяне в Израиле живут испокон Бипопа, в общем-то, с самого начала нашей эры, на самом деле, это еще одна уникальная история, может, для нашего эфира, потому что это отдельно большая тема. После геноцида многие приехали, опять же, в Хайфе есть церковь армянская, в Яфу есть церковь армянская, в Петахтикве, в Иерусалиме. В Яфу, в армянской церкви даже сам Наполеон Бонапарт побывал. Да, он там, когда пытался безуспешно все-таки захватить уже все эти города и земли, да, он там отдыхал в армянских монахах. Святого Николая называется, да, это место. Да, есть. И армяне, это уникально, потому что есть как бы советские армяне, да, как вот ты сказал, есть такой вот отдельный такой этнос, да, советские люди, точнее, армяне советского разлива, да, которые более-менее часто похожи. Вот. А есть очень много ливанских армян, а сирийских в Израиле, которые, в общем-то, очень сильную традицию имеют, язык знают в совершенстве западноармянский и арабский в совершенстве и иври, три языка у них. И, видимо, поэтому они женятся на арабках, потому что они им по культуре, исторически просто, понятнее и ближе. Ну, то есть они веками жили с арабами совершенно успешно, и в Израиле арабов живет минимум два миллиона. Буквально неделю назад Махмуд Аббас назначил министром иностранных дел армянку, этническая армянка. Стал министром иностранных дел палестинской автономии. Да, это, кстати, прекрасный шаг вам, потому что именно армянин, министр иностранных дел, А до этого послом, до этого послом был палестинской автономии в Великобритании тоже этнический армянин. Мы знаем еще одного этнического армянина Мисса Храдил, да, по фамилии Калантарян, а изначально такая фамилия. А, ну, да, укор хороший, но дело в том, что палестинские армяне, они более патриотичны, я скажу, может быть, потому что они всегда были как бы в дальнем зарубежье от Родины. Армяне, в принципе, очень патриотично, в этом смысле, вот ты сказал там, как записать копты армяне, но армяне, даже если вы есть четверть армянской крови, он всегда себя проявит именно как армяне, но это как бы закон. А армяне так говорят о евреях обычно. У евреев тоже такое есть, но еврея, советское время показало, что евреев все-таки тоже может в спящем состоянии быть. Иногда бывают Соловьевыми. Бывают ими, хотя это, кстати, друг армянского народа, всегда был, насколько я читал, про него. Теперь, наверное, враг армянского народа. Видите, как у армян, я вообще боюсь, когда мне армяне говорят Савет Танем, Вадим Джан и все такое. Вот честно, это я вот искренне, потому что у армян от любви до ненависти, но буквально один шаг. если какое-нибудь слово, сказанное тобой, будет вразрез с тем зрителем, который сидит по ту сторону экрана, все, они на тебя больше смотреть не будут. Отпишутся, слушать не будут. Мне так и пишут иногда. Отписываются. Я говорю, ну отписывайся, а что ж ты объявляешься? Не, я поэтому всегда тоже открещиваюсь, если я еще пишу стихи на армянском языке, то есть я хотел тоже добавить, что кто-то меня записывает там в лоббисты, кто-то в то, что меня кто-то заплатил. Во-первых, армянам грустно это или весело платить в Аербайджан. Нет столько ничего. Ой, не скажи, ой, не скажи. Это смотря, это смотря, какие армяне и где армяне. Например, очень добрые в этом смысле щедрые армяне живут в Азии. Это вот Юго-Восточная Азия, Индонезия, Малайзия. Ты знаешь, бывало так, что я приезжал туда и они практически не говорят же по-русски, да? Соответственно, они не знают моих эфиров, а я же русскоязычный. И при этом они очень щедрились и отели мне оплачивали, причем такие достаточно дорогие отели. Вот на Пинанге я жил в номере, где жил Киплинг. Достаточно такой дорогой отель братьев Саркис. Да, это братья Саркис отель основали в начале 20 века еще. И чтобы мне можно было там снимать в этом отеле, соответственно, мне надо было там жить в этом отеле, иначе меня не впустили бы там для съемок. И вот человек вместо Армянина он мне вот этот отель оплатил. Я, кстати, о нем тоже в этой книге пишу. Так что смотря где, смотря какие, и у меня есть зрители очень такие достаточно щедрые, которые помогают молча это делают, но при этом то, что в их силах, они мне помогают. Не обязательно финансово, по разным причинам. Это само с тобой, щедрость людей тут не обсуждается, и в том числе армянского народа, безусловно. Тут речь была о том, что моя мотивация с армянским языком, она основана на любви к культуре Армении. То есть это то, что не изменится. Если от меня отпишутся все армяне и снимут про меня какое-нибудь не пойми что, или что-нибудь еще. Я прожил в Армении два года назад целых семь месяцев. Кстати, московские армяне мне писали, сколько ты там еще продержишься, а я им писал, что я в какой-то ссылке, почему я должен продерживаться в Армении. Очень мерзко, я знаю, они любят это дело. Я не про московских армян, я вообще о некоторых российских армянах. И, кстати, их оказалось довольно много, и они к Армении относились, к сожалению, как к месту, куда можно с московскими деньгами приехать на пару недель, вкусно покушать. Я из Москвы. Ереван уже далеко не тот Ереван, там сейчас где-то дороже, чем в Москве, это не важно, но факт тот, что это место, где можешь себя показать, типа твоя родина какая-то, где ты можешь погулять, но поедешь на комфортное место обратно в диаспору. Да и то, в диаспору громко сказано, потому что для меня диаспора это не автоматический диаспора, когда ты вкладываешься в эту диаспору. Если ты просто еврей или армянин или грек, живущий за пределами родины, это тебя еще не делает членом диаспоры, ты просто кто-то. Когда ты вкладываешь в диаспору, преподаваешь языки, с детьми работаешь маленькими, хоть театром какой-то устраиваешь, с фольклорными мотивами, тогда ты член диаспоры, просто так это не работает. То есть носить только армянскую фамилию и гордиться уже этим, как бы это так не работает абсолютно. Вот, поэтому прожив там полгода, я тоже очень многое узнал и понял. И, кстати, жил я, снимал дома французских армян. Тоже такая отдельная история. Очень интересные ребята. Да. Слушай, ну, спасибо. Я считаю, что мы сегодня наговорили с тобой столько, наверное, больше часа, я не знаю сколько, потому что мы еще перед эфиром с тобой сидели, просто разговаривали, да, ни о чем. Вот. И, ну, наговорили, наговорили, надеюсь, терпение хватит у моего зрителя все это слушать и будет интересно. Саш, ну, надеюсь, мы еще увидимся в эфире, также просто поговорим и о языке, и о языках, и вообще покалякаем о жизни. Ну, не всегда же политика, правильно? Иногда хочется поговорить об отвлеченном. Чем меньше, тем лучше, если честно. Да. Чтобы не было повода. Ладно, все, спасибо большое тебе, спасибо большое всем, кто нас слушал за терпение, и ждем вас через неделю на том же месте в эфире, как я и говорил, поговорим о мечетях. Не обещаю, что через неделю, но через две уж точно. И вам выпуск понравится. Еще раз спасибо, Саша, всего хорошего и тебе, и всем нам. Спасибо.